виталий приветствую тебя очередная встреча торговой сессии вторника с самого утра говорим о рынках об основных событиях делаем акцент на фундаментальных он когда есть хорошие паттерны техническом анализе тоже говорим о разных сегментах финансовых рынках ты довольно часто касаешься криптовалютного рынка может быть сегодня есть что прокомментировать по поводу роста биткоина я думаю что наша аудитория будет интересно но если нет тогда ничего страшного по другим финансовым активам тоже двери не хватает причем достаточно ну что в каце по поводу тех ожиданий которые на эту неделю есть мы ждем сегодня данные по pmi производственного сектора сша и данные по активности в сфере услуг статистика не то чтобы прям важно это как я говорил на своем брифинге не такие объективные данные как релиза то есть то же самое производственного сектора и сфера услуг но статистика сейчас влияет на рыночное настроение по доллару и трейдеры пытаются в каждом более-менее значимом отчете найти дополнительную подсказку о состоянии американской экономики потому что в конечном счете каждый релиз это разговоры все об одном том же о повышении процентной ставки о том уместно ли она либо соответственно федрезерву стоит уже остановиться и так далее и это такие своего рода весы качели как угодно можно сказать зависимости того что мы слышим от представителей фрс того как меняется их точка зрения мнения рынок вот туда сюда в разные стороны кидая сегодня я бы со своей стороны хотел остановиться на индексе доллара еще на нескольких инструментах уже такого риска порядка дороге демонстрации кран перейдем индекс доллара текущей котировки 105.17 логично предположить что при развитии нисходящего тренда такого это может быть чуть больше чем просто коллекция потому что у нас четырех часовой таймфрейм указывать на то что снижение уже больше практически суток и я все равно уверен то что в текущих условиях американский доллар могут также быстро выкупить как собственно сейчас и снижать потому что на рынке сохраняются факторы которые могут поддержать доллар это высокий доходность облигаций десятилетний трежерис сегодня корректирует 48 процентов по доходности но это все равно соответствует показателю многолетнего хая многолетних рекордных уровней потому что вот буквально некоторое время назад я имею ввиду буквально несколько того у сейси назад значения были в районе пяти процентов и тогда понятно что рост доходности трежериса был частично обусловлен также ожиданием рынка того что фрс пойдет на дополнительное повышение ставки геополитические риски они никуда не делись может быть сейчас не в таком формате обсуждают арабо-израильский кризис но это хорошо то что нет плохих новостей потому что если там новости будут то к сожалению скорее всего будут очень плохие они будут связаны уже с началом наземной операции потенциальном участие в этом конфликте ирана дай бог чтобы этих новостей не было но без них в принципе хватает также фундаментального фона который остается на стороне покупателей это неопределенности политического скажем так характера сша потому что ждем кто же займет кресло спикера лидера палаты представителей обсуждение кандидатур вчера было сегодня завтра голосовать ну я думаю что в любом случае будет представитель который скорее всего уже начнет поддерживать жесткую позицию и не будет готов идти на какие-то компромиссы с демократами я виталий как резюме думаю что эти распродажи которые мы наблюдаем сейчас не будут долги и при появлении какого-то неплохого фундаментального фактора позитивного для доллара этот актив быстро выкупит вот сегодня индексы пима производственного сектора сфера уст по прогнозам конечно же статистика скорее всего будет не очень но высока вероятность сюрпризов особенно после последних данных по розничной продажи по промышленному производству по первичным заявкам на пособие по безработице и особенно на фоне факта просто инфляционного давления и в месячном выражении сохранение инфляции на высоком значении в годовом поэтому сюрпризы более чем реальны я сохраняю свои длинные позиции и думаю что доллар так по британской валюте текущей котировки 12283 как раз вот сейчас мы входим диапазон 12285 и 12315 я думаю что с этих уровней можно попробовать зашортить целями 121 120 сегодня вышли данные по рынку труда англии отчет оказался лучше чем ожидали эксперты прогноз подал снижение почти на 200 тысяч новых рабочих мест по факту снижение на 82 тысячи уровень безработицы 42 процента снижение с 4 и 3 процентов а далее у нас на повестке дня еще данные по активности в производственном секторе сфере услуг англии это буквально статистика которая выйдет в 8 30 по gmt и здесь к сожалению уже ожидание так себе то есть эти индексы оба индекса находятся в зоне стагнации то есть ниже 50 пунктов поэтому если сегодня мы получим повторное доказательство того что эти индексы вообще не имеют оснований для того чтобы выбраться зону роста то есть данные будут снова плохими то фунт может довольно быстро развернуться как раз вот на принятие решения есть еще ближайшие там 30 пунктов я рекомендую прям бдить сейчас потому что коррекция по фунту может оказаться довольно таки значительный что касается рынка нефти пока все без изменений 90.35 текущей котировки на прошлой неделе мы видели максимум в районе 94 долларов за баррель я сохраняю бычий настрой потому что опять же геополитика сокращение предложения ожидания снижения запасов нефти сша сегодня кстати отчет от американского института нефти в 2030 по мт по прогнозам запасы могут снизиться на 4 миллиона думаю что примерно такие цифры мы и увидим поэтому нет причин для дальнейших распродаж даже сейчас коррекционная динамика по доллару это позитивный фактор для рынка нефти потому что обычно а сырьевые инструменты выигрывают в связи так и хотел еще буквально пару слов про золото которое сейчас торгуется в районе 1980 долларов за тройскую сумму повышенный спрос на золото в том числе отражает все-таки актуальные риски связанные с ближним востоком и текущую динамику коррекционную динамику по доллару я по-прежнему был особенно таких уровнях в рынок драгоценных металлов бы рекомендован не лезть но если кому все-таки хочется и либо кому просто интересно знать либо хочется понять какие перспективы у этого рынка дальше то здесь без сомнений пока ближневосточный фон никуда не делся золото будет постоянно пользоваться поддержкой причем игнорируя то что происходит с долларом из доходности американских облигаций даже за малейшие коррекционная динамика я думаю все равно будет следовать выкупа и он будет продолжаться пока мы не увидим 2000 и потенциально даже еще выше так виталий слово тебе и так всех приветствую что я могу добавить принципе я с тобой согласен по поводу того что у нас фундаментальные показатели по сша выходят как бы осень и сигнализирует о том что возможно ставку будут повышать но я тоже этого мнения придерживался но еще прошлый раз сказал такой момент что проблема в облигациях да то есть ту доходность которой мы пока показывали показываем на текущий момент даже десятилетки вчера они моменте там снова там 5 процентов штурмовали да как прошлый раз и на мы уже там достигли каких-то пиков там 2007-2008 года да по доходности поэтому это будет такой камень предкновения да по поводу дальнейшее повышение ставок плюс даже вот вчера бил акман это такой миллиардер основатель хедж фонда сказал что он вышел с шартов по облигациям стал в лонг поэтому возможно рыночек сейчас немножко успокоится посмотрим какие данные будут но я придерживаюсь того мнения что я пока за снижение индекса доллара давайте перейдем к графикам я покажу так индекс доллара по индексу доллара на нашей прошлой битве аналитиков и в принципе на своих обзорах которые я записывал на youtube канале у себя там было еще после битвы аналитиков два обзора я советовал шартить индекс доллара пока мы находимся как я сказал ниже сто четыре сто шесть и пять я за шарты в принципе я ставил цели такие как этот минимум мы его сделали сто пять и три и дальше на возможно более глубокую коррекцию и вопрос стоит в том что как ты отметил будет ли это коррекция небольшая или она закончится где-то за этим нужно следить если будут рисоваться дальнейшие сигналы на снижение работаем шорт если сигнал обратный работаем там в лонг и смотрим что дальше будет потому что за рынком нужно следить и сейчас каких-то уверенных среднесрочных моментов я не вижу да то есть по индекс доллара будет ли это коррекция к предыдущему росту или какой-то новый виток тренда то есть это время покажет поэтому индекс доллара я пока удерживаю шарты можно ли стекущих добавляться в принципе да но уже есть какой-то локальный минимум и здесь могут быть и глубокие откаты поэтому это уже на свой страх и риск аналогично евро доллар вообще отлично отработал по евро я практически весь текущий месяц октябрь я только покупал я ни разу не шартил евро доллар и на нашей последней битве аналитика вот здесь мы торговались выше 1.05 я советовал работать в лонг и мы отлично просто отработались аналогично как по индексу доллара но сейчас на максимумах покупать немножко так так себе шартить аналогично пока я не вижу сигнала я еще прошлый раз отметил что у нас текущая ситуация похожая на ситуацию ровно год назад октябрь прошлого года это вот вот здесь да то есть у нас аналогично был нисходящий вот здесь тренд такой длительный по евро доллару и мы его поджимали вот здесь просто аналогичная картинка вот здесь середина октября есть у меня такая моделька гармошкой и она в то время привела к достаточному развороту по евро доллару на текущий момент возможно это тоже будет на текущий момент аналогичным моментом да что мы развернем тренд достаточно сильно не исключающе какие то вот здесь было две коррекции такие сильные поэтому у нас получается евро вот в этой волне и возможно там плюс минус будет глубокая коррекция это первый сценарий второй сценарий это то что по евро мы можем вот этот текущий рост это всего-навсего коррекция там плюс минус текущих или там еще повыше и мы потом уйдем хорошенько на обновление минимумов да но я буду следить за рынком когда появится сигнал тогда буду говорить пока я удерживаю покупки по евро и шорт по индексу доллара конечно мы часть уже зафиксировали аналогично фунт доллар прошлый раз говорил что я за покупки еще и на выходных делал обзор по фунту здесь красивые были два ложные пробоя уровня 1.21 и мне кажется что фунт будет идти на обновление ну ему бы красиво идти на обновление вот этих максимум это в районе 1.23.40 если паттерн совпадет с евро потому что евро обновила первую там половину октября максимума и фунт как раз вот здесь на минимумах покупали кто ранее не покупал можно ли с текущих я думаю да потихонечку подбирать фунт и ждать обновление 1.23.40 конечно цены повыше это уже такое по другим активам которые связаны с долларом у меня аналогичное мнение я там практически с прошлой недели я работал только индекс доллара евро фунт на этой неделе уже начал там работать с австралийским долларом новозеландским канадским долларом там аналогично на ослабление доллара по чуть-чуть мы идем посмотрим чем это закончится дело иена аналогично там мы держим 150 уровень никак его пройти не можем это такой психологический уровень для центробанка он там вмешивается в данный этап по металлам я как прошлый раз говорил я за лонги по серебру еще возможен лонг но он уже такой более корявый я еще пятницу воспользовался лонгом ну и по крипте ты спрашивал да ну прежде чем прийти к рынку криптовалют у меня еще было прошлый раз по S&P 500 я говорил что среднесрочно кто торгует средний срок шарким S&P 500 кто хочет спекулятивно здесь можно пробовать коррекцию но она не сработала то есть мы ушли все таки по основному сценарию на снижение и на текущий момент аналогично пробую там спекулятивно покупать на какую-то коррекцию по S&P 500 мы сделали вчера ложный вынос минимум начала октября посмотрим чем это закончится плюс ETF фонд TLT аналогично там сделал ложный пробой 84 уровня там конечно сильный тренд ну посмотрим ну и по крипте что у нас давай посмотрим в принципе кто смотрел мои обзоры ранее я говорил что у нас ключевой уровень это 28 150 когда мы еще выше ниже него находились я был скептически по биткоину когда мы закрылись выше здесь четенько была проторговочка здесь сценарий включился в лонг на текущий момент конечно уже все но по биткоину я считаю ну конечно он еще там смотрится возможно наверх так как у нас запустили ETF фонд этого BlackRock или кого там не помню куча их куча их подавала заявку но есть еще отстающие криптовалюты вот я как раз на выходных говорил что по эфиру он тоже уже вот здесь вот как раз снимал на выходных на воскресенье что покупать эфир он немножко отставал от биткоина и в принципе возможно он еще будет тестировать вот эти максимумы в районе там 2150 вот этот максимум который у нас был весной текущего года поэтому ну и другие монеты в принципе там можно подбирать их на коррекциях и и надеяться на какой-то новый такой виток роста присутствует то есть я еще ранее говорил что по биткоину когда мы торговались в районе 25 тысяч плюс-минус я говорил что я жду еще одного одной волны роста где-то в район там 35 возможно 40 тысяч и это будет там последний аккорд по биткоину возможно он совпадет с тем что S&P там немножко сейчас еще скорректируется там плюс-минус ближайшее время и мы базовый сценарий который я вижу конечно альтернатива по биткоину может быть все улетим там на 100 тысяч на 200 на миллион посмотрим ну и посмотрим если там S&P будет корректироваться возможно потом будет закончиться коррекция и по индексу доллара мы снова будем расти короче там нужно смотреть за этим поэтому если кратко по криптовалютам я бы там монетки которые еще не показали сильный рост не успели то возможно их подбирать но тоже нужно понимать что тут у меня был такой пример весной текущего года когда рынок криптовалют такой был в небольшом тренде вот здесь мы здесь мы находились это вот да плюс-минус вот здесь и получается тогда некоторые криптовалюта показывали какие-то новые локальные максимума а некоторые нет и потом пошли на спад и здесь тоже нужно понимать может быть такая ловушка что эти монетки которые еще не доросли они это уже их потолок и дальше будем падать аккуратно главное там соблюдать риск-менеджмент поэтому вот такое мне мнение по рынку ну и да еще в двух словах китайский рынок кстати подвел я в прошлый раз говорил что я за покупку я его тоже покупал и он обновил минимумы даже не учитывая тот факт что у нас ввп вышло выше ожиданий на 4 9 не растут китайцы что-то бумажный тигр конечно сдувается я как раз читаю книгу по поводу там статистику устали уже смотреть на эти фантики рисованные цифровые возможно возможно виталий спасибо тебе за такое обширное мнение по практически всем инструментам которые присутствуют поэтому друзья пользуйтесь информацией уверен то что почерпнете что-то ценное для себя буквально по всем сегментам рынков еще раз благодарность за такой обширный анализ тебе это ли конечно же тоже хорошего закрытия недели хороших трейдов хороших выходных но и обсудим все опять следующий вторник посмотрим где инструменты будут уже через неделю спасибо его пока удачи всем